А у меня получилось, получилось у меня сделать запись, траля-ля. Итак, сегодня мы с вами будем от межбровки избавляться. Запись идёт. Мой крутой привет, Астатьяна, 50 лет. И я надеюсь, что вы меня знаете. Для начала скажите, слышно меня или не слышно. Мне не очень нравится вести в Телеграм эфиры. Почему? Может быть, я привыкну. Потому что вы здесь нажимаете поднять руку, чтобы я вам разрешила говорить. Когда я раньше была в Ютьюбе, то там просто все пишут-пишут, и я вижу все, кто пишет. А здесь я не понимаю, меня слышно или не слышно. Видно меня, не видно. Как всё началось, как всё идёт. Итак, я по вам соскучусь. Слышенки, поднимите кто-нибудь руку, кто готов мне сказать, слышно меня или нет. И голосом мне надо сказать. Скажите своим прекрасным голосом. Так, вот я разрешаю говорить. Динара. Динара, меня слышно? Кому ещё дать разрешение? Вот, Ирина, разрешите говорить. Всё слышно, всё прекрасно. Благодарю. Всё, спасибо. Вы мне очень помогли. Тогда я что, я выключить микрофон должна жать. Видите, как неудобно. Вот, очень-очень неудобно. Всё, ладно. Я надеюсь, что у нас всё прекрасно дальше пойдёт. Я буду отключить микрофон. Всё. Всё, Ирина, значит, смотрите, будем убирать межбровку. Мне многие пишут. О, Господи, убрать межбровку так тяжело. Сколько я всего не делала. И помогает только ботокс. А знаете, значит, с ботоксом такая история. В принципе, когда его голят... Вообще я, конечно же, против любых неоправданных вмешательств. Потому что это всегда риск для организма. Всегда это риск. И вы наверняка это понимаете. То есть любое вмешательство – это всегда плюсы и минусы. Мы просто взвешиваем пользу и вред. И для себя принимаем какое-то решение. А я для себя личное решение принимаю, что я пока не готова ничего себе никуда вкалывать. Потому что мне хочется всё-таки пролонгировать своё здоровье. Не только внешность. Потому что у меня, опять же, у меня одно. У меня дети есть. И мне не хочется быть какой-то дохленькой мамой, которая будет на аудитенции. Мне хочется всё-таки быть такой здоровой, энергичной. Я вообще считаю, что мужчина должен тебя любить такой, какая ты есть. Нет, я не говорю, что надо стать клюшкой, клюшкой, клюшкой. И вообще за собой не следить. То есть во всём должна быть эстетика, грация, но без вреда для собственного тела. Потому что сейчас женщины вообще как оголтелые. Чего только себе в лицо ты не колют. А зачем? Тебя будут любить прекрасно и так. И главное себя чувствовать королевой. Я королевая, вы можете транслировать, ищем-то будет говорить. Вот я первая рука у меня на руках носит. И всё равно надо, а то мне тоже носит. Кто мне надо, тот меня и носит. С мужчинами у меня вот это вот всё в порядке. Я, кстати, никогда не кокетничаю, никогда. Но вот им вот эта естественность очень нравится. И вот Руслан, когда он ходил, встречался с девушками, его губы отталкивали. Он сильно отталкивает. То есть он такой за любителя. Он же не холом, балом такой мужик. Был нормальный. Ну, конечно, не миллиардер с островами, но, в общем-то, достаточно достойный. Так, поехали дальше. А что с межбровкой? Значит, бывают такие истории. Вот мне девчонка говорит, я никак не могу упасть от межбровки. Никак. Что бы я ни делала, мне только ботокс помогает. В принципе, в принципе, один раз вколоть боток, чтобы мышцу переучить, чтобы ей показать, как это расслабляться. Если вы вообще уже руки опускаете, ну ладно, хер с ним называется. Но сейчас сообщение, вот я косметолог. Я сейчас в сообществе косметолога все время. У нас есть чаты, у нас есть сообщество. Тут наверняка сейчас тоже есть косметологи. Сейчас все больше сообщений о том, что мышца атрофировалась. Атрофия мышц – это очень серьезная вещь. То есть колят, 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 колят ботокс мышцам регулярно, то есть из года в год, ну, не из года в год, это регулярно повторяет. И мышца в конце концов может атрофироваться. Это очень, это безумно вредно. Вот. Поэтому, не то, что вредно, это серьезно. Это очень серьезно. Поэтому, если вы даже что-то и принимаете для себя решение, что таковое, давайте хотя бы не на постоянность. Вот. Ну, вы, конечно, должны обязательно взвешивать риски. Обязательно взвешивать риски. Вот. И я сейчас тоже была на встрече в Москве. Надо, кстати, нам такие встречи чаще устраивать, да. Ой, я, кстати, с вами посоветую, если вы мне потом напишите. Ну, сейчас, ладно, уже начала говорить. Я хочу встречи вот такие вот, как мы встречались в Москве несколько раз, сделать бесплатно. Нет, как бы, сейчас на полосу какой-то кратенький мастер-класс, каждая колорадка экспресс-консультация. Они бесплатные, в принципе, и нам просто поговорить, да, что вас беспокоит, какие-то консультации. Я даю каждой очень кратенькую рекомендацию, но, не знаю, девушка, в общем-то, девушки были довольны. И вот, например, пришла одна девушка и говорит, вот, я уколола, господи, я уже забыла, что она уколола сюда под глаз. И она уже, косметолог, которая ей сделала эту инъекцию, я уже забыла, что уколола косметолог от нее отказалась, потому что там все перефиброзировалось, никто ей не может помочь, она пришла ко мне и говорит, что мы массажем можем сделать. Я, во-первых, говорю, во-первых, у нас у косметологов запрещено брать другого клиента, если мы не берем другого клиента, мы подписываем кучу бумажек чужого клиента, потому что виноват всегда последний. Поэтому, если к тебе приходит клиент другого косметолога с проблемами, ты всегда берешь подписав кучу-кучу согласия в любом случае, чтобы себя обезопасить, потому что ты потом будешь виноват. Ну, это такой у нас протокол поведения процедуры, это первое. А второе, ну, что я, как массажист, могу сделать с тканью, когда уже там изменение ткани. Конечно, мы можем лимфодренажить, мы можем перетирать, мы можем восстанавливать трубику тканей, мы можем расслаблять мышцы, но если там уже все спаялось вот этим вот препаратом, мы ничего не можем сделать. И такую, вот эту девушку, ее даже не возьмет этот пластический хирург, потому что я проходила обучение тоже как косметолога, там нам показывали вскрытие. Скрытие, она, допустим, девушка делает себе регулярно биоревитализацию девушки, да, то есть, ну, уже такие вскрытия нам показывают. И вот лимфодический хирург берет, он поднимает, а эта ткань, она уже вся так пропитана вот этим вот препаратом, и кожа, она не тянется. То есть, если нормальная кожа, она обычно натягивается, нормальные штабы появляются, все заживает быстро, то там, где пропитано все препаратом, так не будет заживать. Поэтому, девчонки, 100-500 миллионов раздумать о чем-то, какую-то фигню экспериментальную, да, быть экспериментальными крысками, потому что сейчас все только новое, новое вот это постоянно уходит. Себе в лицо колоть. Уход, да, уход, я за уход вообще. Я очень люблю красивый, эстетичный вид, да, чтобы было дорого, но не дорого богато, не дорого богато вот это сгубище что-то пошло, а дорого как, да, стиль old money, old money, аристократия, аристократия, вся изящная, а изящность это что, шейка, расслабленное лицо и умение себя вести. как я далеко ушла, да, а надо совсем работать комплексно, а что, комплексно работать, рекламная пауза, лицо не на веточке и сит, так называется наш следующий интенсив, про интенсив я вам расскажу чуть-чуть попозже, и это будет огонь, какая прокачка, обязательно на него приходите, стартуй там пятого, ноября, ноября, лицо не на веточке и сит, название, как вам интенсиво, длинное, но емкое, итак, поехали, межбровка, значит, первое, это у нас всегда психоэмоциональное состояние, ходишь хмурно, да, наморщиваешься, я, кстати, знаете, очень часто наморщиваются на солнце, так вот, знаете, если у вас широко открыты глаза, и есть улыбка, вам очень сложно собрать, я же могу, практически, не важно, хоть бы, муранское лицо не получается, практически возможно, поэтому, сохранение внутренней улыбки, вот этой улыбки, улыбки, Наташа Ростова на ее лице всегда, она не была красавицей, да, как-то он поменитит, но на ее лице всегда, с ней легкая полулыбка, приятная, такая, что, как там, все мужчины не улюблялись, у Наташи Ростова, вот и нам надо с вами нести свет на лицо, то есть, не пошла, пошла, поделала там на всех, я сейчас вам покажу, как там, 3 500 и 2 500, а, 6 500, я сейчас вам покажу, я вам, такая, старушка с крюшкой тут пришла, да, а, легкая, аристократичная, пусть старушка, даже если и старушка, лицо светлое, открытое, здесь воздух, отдыхание от кройки в средней части лица, вот это психосоматика, у нас девчонки на первом месте, да, мы с вами идем по составляющим, по этапам, это всегда психика, лице, лицо, это отражение психики, а, второе, мы дальше идем по словам, да, влюбить, ТМО, твердая мозговая оболочка, сюда вкликается серф, серф твердой мозговой оболочки, твердая мозговая оболочка, выстилает весь, у нас, череп изнутри, нечерепный, и уходит по позвоночнику, выстилает все изнутри до кофчика, и любое напряжение в теле у нас отражается, когда вы сидите, скокожившись, или когда скопилось психоэмоциональное напряжение, или когда в позвоночнике что-то болеет, да, спина, или тугоподвижность грудного, где, или ты спряхнулась от мира, опять же, скукожилась, скуксутулилась, а через твердую ноговую оболочку, которая здесь серф, да, критается, у нас будет еще сюда тянет, затягивать, и будет вот эта хроническая международка, от которой вы не можете избавиться, вот, и я хочу, чтобы вы поняли, насколько важно работать послойно, лицо не на веточке висит, а на интенсив, на интенсив, где мы с вами пять дней будем зажигать, консультанты будут проверять ваши задания, вести будут, и они согласны с точки, и вы будете работать именно послойно, над всеми проблемами на лице, то есть брыли, носогубки, глаза, носик, вот, то есть все проблемы именно послойно, из глубины вы будете доставать под контролем моих девчонок замечательных кураторов, они будут контролировать пять дней интенсивно ваши упражнения, и здесь не получится так, что, Даня, я твои курсы купила, а ты их делаешь, а что, их еще и делать надо, я думала, достаточно купить, вот здесь как раз, так не получится, здесь за вами мои девушки, ну, следить прям серьезно, что выполнение упражнений, и у вас все уроки остаются в записи на 30 дней, еще, чтобы вы все хорошо доучили, и перепрограммировали свое сознание о том, что к себе надо относиться с любовью, перепрограммировали себе привычки в били, а в свой ежедневный тайм-график, по уходу на лицо. Поехали дальше. Итак, как мы расслабляем, то есть, стартует интенсив 5 ноября, присоединяйтесь, лицо не на веточке, и сид, будем зажигать, и вы у меня очень похорошеете, а, ну, скоро, скоро, давайте, присоединяйтесь. Как мы расслабляем ТМО? ТМО, работа всегда, твердой мозговой оболочкой, всегда идет через ушную раковину, то есть, там очень много различных техник, одна из них, в общем-то, самая простая, и мной достаточно любимая, то есть, мы с вами захватываем ушную раковину, вот так вот плотно, плотно захватили, и немножечко ушки ведем, прям за всю ушную раковину, вверх и к сзади, вверх и к сзади, и зафиксировали слегка в легком принадлежении, в легком, к верху и к сзади. Раковина у нас зафиксирована, локти лежат на столе, желательно, шея расслаблена, и мы начинаем носик вести вниз, 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 аккуратненько, то есть, мы голову прокручиваем вниз, а раковина у нас зафиксирована, и таким образом создается преднатяжение тему. Вот так, каким образом, насколько вы можете, насколько вам комфортно, через боль мы никогда ничего не делаем, мы всегда делаем, пока вам приятно, вы можете почувствовать легкий разогрев, легкое тепло. теперь мы с вами поднимаем наверх глаза и сосредотачиваемся в течение 30 секунд, раковина у нас, удерживаем раковину, ушло 30 секунд на зону третьих окладов, задерживаем свое дыхание, дыхание, и таким образом сидим, смотрим, глаза, глаза двигательные мышцы смотрят вперед, носит, смотрит вниз, раковину удерживаем в исходном состоянии и смотрим, смотрим себе в зону третьего глаза, внутренним дыханием, вдох и выдыхаем через зону третьего глаза, представляете, что у вас здесь маленький ротик, который выдыхает, и все, я аккуратненько поднимаю, можно ушки повибрировать, вы должны почувствовать, как у вас данная зона расслабилась, можете себе добавить ментальное поглаживание. Дальше у нас с вами здесь есть метопический шум. У ребенка он срастается, он срастается, но напряжение в нем остается. Поэтому, чтобы убрать напряжение в метопическом шне, мы в ручки кладем, сосредотачиваемся и дышим руки и даем импульс, как бы раскрываем шум. Здесь надо вдохнуть воздух, чтобы у нас все раскрылось. А руками задаем вектор движения, как бы как открываем. Вот, то есть здесь очень важно наработать себе тонкую чувствительность, наработать сюда к швам черепа. Можете повибрировать, чтобы убрать напряжение, потому что швы, черепа у нас копят напряжение и затягивают еще внутрь и как бы череп такой становится скукоженный, усохший, маленький и появляется некре асимметрии. То есть, швы это всегда зона высочайшего напряжения. Но зона высочайшего напряжения также и сросшийся шов тоже. Все, вот мы с вами поработали с костной структурой, с черепом. Далее мы с вами можем сделать господи, мы столько всего можем сделать. Лобную кость повибрировать, поднять, убрать в швах чинка здесь, напряжение. И мы с вами уже идем на мышцы, конечно же, мы прорабатываем апонемрус черепа, все надо расшевелить, расшевелить. Видите, насколько мы совсем должны работать. Но при этом, представляете, у нас фасциально лоб связан со стопой. И если у вас если у вас напряженная стопа, если вы не пружините так, то есть пальцем большим, вы должны отпружинивать, отталкиваться, если у вас поясница болит, то у вас уже будет напряжение отражаться на холодной области. Поэтому мы всегда сначала работаем, понимаете, мы всегда начинаем работа со стопой, работа с поясницей, мобилизация поясничного отдела, мобилизация грудного отдела, шейного отдела, расслабляем плечи, чтобы у нас плечи не задирались. Только тогда у нас будет эффект. Даже вот сейчас я вам показываю конкретно здесь работу, но без работы со стопой мы получим эффект всего-навсего 50%. Это я проценты посидела поподсчитывала, сколько же процентов. А если вы хотите на 100% эффект, надо делать терапевтические упражнения для тела. Нет, это не тренажерный зал. Именно терапевтические, на то, чтобы мобилизовать именно на грудной, шейный отдел, поясничный отдел. Угу. Работаем совсем послойно, совсем телом. А это на нашем интенсиве, на нашем интенсиве, где я и мои девочки, кураторы, консультанты будут с вами активно заниматься ручкой за ручкой. Вообще вот этих всех упражнений, их огромное множество. Это как, знаете, как вселенная. И я смогу взять себя за руку и провести как походы к кратчайшим путем к цели, чтобы ты не блуждала во всей этой вселенной. Потому что можно заблудиться. Заблудиться. Звезд много, много путей, а куда конкретно идти? Без, как скажем, без маршрута, без маяка корабль может дрифовать очень долго попасть в горе и доплыть до пункта назначения. А вот когда у вас есть путеводная звезда, мы идем сюда, мы придем к цели, придем к прекрасному лицу, к прекрасному результату. А это именно интенсив, курсы. и сейчас будет потрясающий интенсив, на который я вас очень-очень люблю. 5 мая приходите в лицо и на веточке висит. А дальше мы с вами идем работать с мышцами. С мышцами мы работаем, то есть, понятное дело, что по невроз, под очередные мышцы мы с вами проработали, а дальше мы с вами фасциально покрутились и растягиваем мышцы. вверх, вниз. Нужно массаж сделать, просто я очень люблю, я очень люблю косичку покрестить. Затем наклонились на крючочке и как будто бы раскалываем прям так фасциально разволокнили мышцу, прям плотно-плотно. Ну и конечно же самое простое, самое любимое, то, что я очень часто показываю в роликах мышцы сморщивающей брови, это уже вишенка на торте. Вот вы понимаете, тоже некоторые говорят, вот я хожу по вашим роликам, все повторяю, все за вами повторяю, а я там показываю, да, как проработать мышцы сморщивающей брови. Типа повторяю за роликом, а результата-то нет, да не будет у тебя результата, пока ты не позанимаешься фундаментально. Я же показываю ролик в течение 15-15 секунд образцовывать демонстрационно показательный, что вот, да, вот, это еще одно из упражнений. Но мы же понимаем, что там эта система, если тебе нравится этот подход, то ты идешь и занимаешься фундаментально. Пройди ты один раз этот курс за 990 рублей, которые лицом на веточке висит. А дальше у тебя уже будет маршрутная карта, как заниматься. И уже дальше ты все выучишь и пойдешь сама. Хотя лучше продолжать заниматься. Я, кстати, всегда любила заниматься спинниками. Не знаю, как вы. Вот, поэтому вот это, да, но это вишенка на торте. Это действенное упражнение. Очень действенное. Но мы здесь уже пошли в мышцу. Вы же понимаете, что мы должны работать со всем. Со стопы начинать, с психосоматики со своей, с костных структур, с апоневроза черепа, с фасции, с фасциальной системы. Д. Здесь прям мышцу смочивающую бровь мы с вами проработали. Все, что у вас вот здесь залипло, приподнимайте. У некоторых бывает, когда на массаж приходишь, начинаешь вот здесь приподнимать и у них прям хрустит все. У меня, наверное, тоже раньше хрустело. Должно все здесь приподнимать. Ну и конкретно, конечно, прощипали межбровку. Вот у меня вот здесь она есть. Она у меня есть со школы, но я ее более-менее контролирую, чтобы она у меня не зарубцовалась дальше. То есть у меня здесь есть определенный заломчик, но я его делаю так, что его никто не видит. Ну лучше у меня его нет. На самом деле есть там изменения. Так, что дальше? На ночь тейпы. Либо треугольничек такой из картона, либо тейп. И, конечно же, это место прогреваю и помню, что межброви это зона ментальная, ментальная. Именно здесь копится все напряжение. Девчонки, у меня разрядился телефон. У меня что-то айфон, у меня 13 про, он все время разряжается. Я не успеваю что-то сделать, он у меня разрядился. Но что мне делать вообще? Я не знаю. Я, конечно, хочу 16-й. Хочу. Ну, имеем денег жалко. А Росик мне подарил мак, макбук. А 13-й, 16-й айфон, ну, он мне только что подарил 13-й про. Вот я сейчас с вами разговариваю 13-й про. Он мне его подарил. И, кажется, совсем недавно. И что, опять что-ли дарить этот айфон? А я без айфонов не могу. Классная штука. И снимать себя красиво можно. Да? Ладно, все, приходите на интенсив. Я вас жду. Пять дней будем зажигать. Вот как мы сегодня наметили с вами схему работы межбровкой, мы будем таким же образом работать над каждой проблемой. Над каждой проблемой. Удвинять шею, работать над амортизацией топы, работать стопы. Я заговариваю. А тазовое дно прорабатывает, диафрагму прорабатывает, мобилизация шейного губного отдела. И конечно же будем работать над красотой ушек, чтобы здесь морщин у нас не было, чтобы не было перенапряжения и глаз вниз не уходил, не опухал. Ну опухал, почему опухал, потому что здесь височный пережиматель, с этого уходит вниз все больше с возрастом века. вот таким образом пересолчен. И оно еще и оттекает, потому что здесь височная мышка все пережимает. А мы с вами все это поднимем, поздравим брови поднимем и сделаем себя красоткой. Все, жду всех 5 ноября 24-й год. Сейчас эфир сахарев будут потом проситься. и будем зажигать, будем хорошеть и всех мужчин сведем с ума своей естественной красотой. Без того, чтобы себе что-то там издеваться и вкалывать. Вообще непонятно для чего. На алтарь чего мы бросаем собственное здоровье. На алтарь ради чего? Чтобы мужики не любили. Да и так они нас вот любили. Сами себя любили. Мы с вами массажик сделаем и себя еще лучше полюбим. Правильно? Все, девчонки дорогие, люблю вас. Вы у меня самые-самые красивые. А завтра я иду в конференцию. Знаете, для кого выступать в школу? Меня пригласили для 8-10 классов для девочек. Мы будем с ними тоже проводить мастер-классы. Все, пока-пока. Так, завершить трансляцию. Остановим запись. Остановим.